Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Исаия Вавилонского, мы обратимся сейчас к 53 главе. 53 глава – одна из вообще важнейших в Ветхом Завете и, пожалуй, надо сказать, наиболее часто цитируемая и вспоминаемая христианами. Иной раз думаю, что лучше бы мы так часто вспоминали 10 заповедей, чтобы их исполнять. 53 глава действительно говорит о совершенно невероятной, чрезвычайно важной вещи. Она говорит о пути, по которому идет Мессия Израилев, Христос, Помазанник, Спаситель, пришедший от Бога, и пути, по которому он ведет за собой свой народ. Здесь, понимаете, лицо, о котором идет речь в 53 главе, может с одинаковым успехом, на самом деле с одинаковым успехом, пониматься как Мессия Израилев и как народ Божий, страдающий и избавляемый из плена точно так же. Ну, понятное дело, что христиане предпочитают читать этот текст как слова о Христе, не христиане, преимущественно иудеи, предпочитают читать этот текст как текст о народе Божьем, об Израиле. И надо сказать, что сейчас, после Холокоста, об отолковании, в общем, вполне равноправны. Итак, здесь, как обычно, как всегда в важных местах, нет четкой границы между этой главой и предыдущей. Поэтому, в общем, конечно, песнь, поэма, гимн, может быть, надо сказать, являются непосредственным продолжением того, что было в 52 главе. Там, в конце главы, Бог говорил о своем народе. Люди, цари, народы будут на него смотреть, видеть, как он обезображен, и что-то поймут такое, чего им не могло прийти в голову. Вот, дальше в первом стихе «Господи! Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» Речь идет о том, что, так сказать, сторонние наблюдатели происходящего с Израилем, люди, не входящие в народ Божий, смотрят, и им трудно поверить в происходящее, но где-то смутно за границами понимания постепенно рождается в них знание о том, что в этом страдании Бог близко, Бог присутствует, что в этом страдании есть спасительный замысел, а не просто беспечность Бога о своем народе. В этом есть спасительный замысел. Но в это очень трудно поверить. Это трудно увидеть, понимаете? Вот, когда Сын Божий умирает на кресте, трудно принять, что вот таков ответ Бога на весь наш грех, предательство и страдание и смерть. Он взошел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Знаете, на этом тексте еще очень видно, как трудно бывает переводить пророческую поэзию. Не на всякий язык это можно с успехом сделать, потому что абсолютное большинство переводов, синодальный в том числе, используют где-то примерно в два раза больше слов, чем в оригинале. Там, где оригиналу хватает 50 слов, чтобы донести до читателя некоторую мысль с вполне такими живыми человеческими интонациями и поэтической эмоциональностью. Там переводы от какого-нибудь Кинг Джеймса до нашего синодального используют слов 100-150. И, во-первых, накал эмоциональный тонет в этом многословии. И, во-вторых, там много получается смыслов, которые переводчик слегка, так сказать, пририсовывает. В этом смысле, конечно, современные русские переводы, сделанные там где-нибудь в 21 веке, все же предпочтительные. Они звучат гораздо ближе к оригиналу, поэтому вот рекомендую вам. Да, и так все же Господь через пророка здесь говорит об Израиле и о Мессии одновременно. Нет в нем ни вида, ни величия. Ничего вот этого, что люди ценят. Понимаете, красивые одежды, такая квадратная челюсть, мускулатура, там что-нибудь еще, проявление физической силы ума, что угодно. Ну, понимаете, что мы гордимся много, чем любой ерундой. Но ничего этого нет в том, через кого Бог спасает людей. Нет в нем ни вида, ни величия. Ни вида, ни величия. Ничего привлекательного. Ничего такого, чтобы можно было посмотреть, сказать «ах». Вот нету этого ничего. Он презрен и умолен между людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. Знающий боль и скорбь, буквально. Презрен, мал перед людьми. И это можно сказать об Израиле в Вавилонском плену. Это можно сказать об Израиле в Освенциме. И это можно сказать о Мессии на Крестном пути. И то, и другое, и третье будет в равной степени справедливо. Вот такой текст. Это его особенность. Он как бы на примере трагического пути Мессии говорит о пути народа Божьего и на самом деле о человеческом пути вообще. О человеческом пути вообще. Итак, муж, знающий боль и скорбь. Муж скорбей и изведущий болезни. А мы, говорит пророк, теперь, видимо, от лица народов, окрестных народов и царей, которые смотрят на искупление Божьим. С этого началась вся эта речь. Еще с 13 стиха 52 главы, с 1-53. Вот эти цари и народы смотрят и говорят, а мы думали, мы отворачивались от него, презирали, потому что нет ни вида, ни величия, только боль в этой судьбе. Он был презираемый, мы ни во что ставили его. Его презирают и не ценят буквально, не придают значения. Но оказывается, вот тот, кто идет по этому пути скорби, который предлагает Бог, взял на себя наши немощи и понес болезни. Еще раз, в Новом Завете это цитируется, как слова о том, что Христос взял на себя болезни нас, которые вокруг Него. Здесь Исаия говорит о том же, о том, что Мессия Христос берет на себя немощь и боль окружающего мира, окружающих народов. Здесь речь идет не только о страданиях Израиля. Наши, в этом стихе, наши немощи, понес наши болезни, скорее звучит от лица окрестных царей и народов. Наказание мира нашего было на нем, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. И весь мир, как один из детьми, живя в злобе, в жестокости, в мелочности, повергает на себя бесконечные страдания. И то, что неинный во всем этом, не виноватый в этом, некто, Мессия или целый народ Божий, ищущий правды, разделяет эти страдания, вот это значит, он взял на себя наши немощи. А мы думали, что он наказуем и не чужен Богом. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это из-за нас страдает Мессия. Говорят окрестные цари и народы. На самом деле, во все времена, не только тогда, в минус шестом веке, но и сейчас, и в любые эпохи, это из-за нас страдает Мессия. Дальше уточняется та же мысль. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Все мы, отнюдь не только израильтяне, все мы, это вавилоняне, персы, египтяне, русские, зулусы, майя, все, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот он истезуем был, но страдал добровольно. Дальше несколько стихов. Такой фрагмент, который всегда цитируется, обычно, впрочем, в тишине, в молчании, цитируется на литургии, входит в ее состав. Вот этот образ Агнца, ведомого на заклание. Он, мессия, как и весь народ Божий, веден на заклание, и как Агнец не открывает уст своих. И этот путь невозможно понять. Вот это выражение в 8 стихе «От усы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Как это можно понять? Цари и народы, которые привыкли добиваться силы и силой, почитать и уважать силу, не могут понять этого. Что это за род существа, этот Агнец Божий, кто это? Да что это за невероятный путь? Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Абсолютная загадка, что и почему здесь говорит в этом стихе пророк. Абсолютная загадка, потому что, ну, к реалиям вавилонского плена и искупления, и возвращения из плена, это не прикладывается, непонятно, о чем идет речь. Вот в этом стихе, в девятом, уже вот эта двойственность Мессии и Израиля вдруг заканчивается. И, говорится, ему предназначали грон, его должны были похоронить с двумя распятыми разбойниками, а похоронили в гробнице Иосифа Аримафийского, этот сам Иосиф с Никодимом. Вот деталь, которая абсолютно не вписывается в контекст разговора, мало что сообщает нового, шокирующе точная. Иногда, редко, редко еще в такой степени точности мы увидим у пророков прозрение крестных событий, разве только у Захарии, там, где про 30 серебряников цену цененного. Вот такое вдруг поразительное место, слова, которые не могут быть применены, ну, в общем, никому, кроме Иисуса из Назарета. Теперь, дальше, Исайя пытается, ну, какую-то логику проследить в том, что он только что рассказал, и говорит, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Может быть, самое, если хотите, шаткая мысль во всей главе, потому что, ну, кто возьмется утверждать, что Господу угодно было поразить его? Исайя, обратите внимание, не говорит здесь в первом лице, он не говорит от лица Божьего, мне было угодно поразить его. Он скорее от своего лица говорит, мне так видится, что вот такова была воля Божья, это было Богу угодно. Но не это для пророка главное. Главное, что, когда душа его принесет жертву у милостивления, он увидит победу. Ну, вот здесь узрит потомство долговечное, имеется в виду Авраам, бездетный, а потом потомство пачи числа песка морскага. Так и здесь узрит потомство долговечное. Воля Божья благоуспешно будет исполняться рукой его. Значит, он принесет жертву у милостивления и увидит победу. Он будет радоваться тому, что с ним произошло, тому, что он сделал. И дальше снова, кто имеется в виду в подлежащем, не очень, то и поймешь. Через познание его, очевидно, Бога, он праведник, раб мой, очевидно, мессия оправдает многих и грехи их на себе понесет. Мессия, как мы видели в предыдущих главах, это тот, кто слушает Бога всегда, чье ухо открыто к закону Господню и к правде Божьей всегда, независимо ни от чего. И вот через это знание Бога раб Господень спасет, оправдает многих и грехи их на себе понесет. И поэтому, потому, что он совершит этот подвиг искупления многих, дам ему часть между великими, потому, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как он понес грех многих. Вот жертва у милостивления, еще одно ключевое слово этой главы, это то, что постоянно, всегда слушающий правду Божью раб Господень совершает со всеми людьми, чьи грехи возлагаются на него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!